Задача о нахождении максимального количества ребер в графе без четырех угольников фантастическим образом отличается от всего, что я сегодня рассказывал. Во-первых, там просто совсем другое дело. Вот, смотрите, ответ в задаче без треугольников это n квадрат в 3.4. Оказывается, что когда вы запрещаете четырех угольники, ответ будет не такой. Ответ будет примерно n корней из n. Ну, вы, конечно, скажете, откуда такая странная величина, в принципе, может возникнуть. Давайте так. Итак, я сейчас так и снова, куда она может возникнуть, но, к сожалению, там будет один момент. Нужно будет знать, что такое конечная проективная простость. Итак, я сейчас рассматриваю некоторые графики. Ребята, все будет очень быстро, лишь бы вы поняли обозначение. n – это количество вершин, n – это количество вершин, n – это количество вершин. А вот дальше внимательно. x1, x2 и так далее, xn – это степени вершин. Я иду по графу и подсчитываю, сколько ребр выходит из одного, из другого, из третьего, из каждой вершины, и выписываю. Господа, кто знает соотношение на числа r и xn? Как посчитать количество ребр, если вы в каждой вершине посчитали? 2r. 2r. Дело в том, что у каждого ребра два конца. 2r – это сумма степени. Отлично. А вот теперь, господа, давайте я внушу на следующую вещь. Вот здесь у вас вершин. Из нее выходит некоторое количество ответств. Давайте говорить, что вот эта пара вершин отмечена при помощи этой вершины. Если каждая сведения с ним. Скажите, пожалуйста, сколько пар вершин отмечает вершина в степени x1? Число сочетаний из x1 пополам. То есть, x1 умножить на x1 минус 1 пополам. Согласны? Отлично. Так, столько же отмечает... Идею поняли? Когда у вас есть там степень x2 и так далее, и так далее, и так далее. Если у вас какая-то пара вершин отмечена из одной вершины, и она же отмечена из другой, то это как называется? Четырехугольник. Значит, если четырехугольников нет, то сумма количеств сочетаний из x1, x2 и так далее, xn будет не больше, чем число сочетаний из n пополам. Вот это и есть главное неграницство, которое даст оценку, которое объяснит, и почему не может быть, что ребер слишком большим. Смотрите. Это будет так. x1 квадрат минус x1 пополам плюс x2 квадрат минус x2 пополам плюс и так далее, плюс xn квадрат минус xn пополам меньше или равно, чем n квадрат минус n пополам. Давайте поймем, как это легко. Во-первых, на двойку будут относить. Во-вторых, сумма x-ов это 2r, как мы знаем. И теперь, теперь я могу написать, если складываешь квадраты вот этих вот чисел и вычитаешь 2r, то это будет не больше, чем n квадрат минус n. Ну, а теперь вопрос, что делать с суммой квадратов чисел, если известно, что их сумма равняется 2r. А давайте я отдельно вот на той стороне посчитаю это быстро. Я просто-напросто должен рассмотреть, какое выражение. x1 минус 2r разделён на n, возведённая в квадрат, плюс x2 минус 2r разделён на n квадрат и так далее. То есть я из каждого числа вычел их среднее альфметическое и возил в квадрат. Понятно, что это будет не меньше нуля. Теперь я везде раскрою скобки. Тогда у меня здесь будет, ну, во-первых, будет сумма всех квадрат. Во-вторых, будет удвоенное произведение 2r делить на n умножить на сумму. Кстати, сумма это тоже 2r. Это не будем забывать. А ещё будет n раз 2r делённое на n в квадрат. Давайте поймём, что из этого... Да, и всё это большее угодно. Давайте поймём, что из этого следует. Следует очень простая вещь, что сумма квадрат не меньше, чем... Так, здесь 2х и 2х это 4, да ещё надо добавить будет 8. Это будет 8r квадрат делить на n минус 4r квадрат делить на n. Человеческий говоря, это будет 4r квадрат делить на n. Отлично. Значит, здесь я пишу, больше не равно, чем 4r квадрат делить на n. Ну, кто-то, может быть, просто не равен, если я помню, что когда у вас известна сумма чисел, то сумма квадратов не меньше, когда они все равны между собой. 4r квадрат минус 2nr. Всё умножать на n и переносить минус nq плюс n квадрат. Получается, это меньше и равно 0. Это не равенство второй степени. Значит, r не больше, чем... Здесь будет делить на 8. Здесь у меня будет 2n плюс корень. Корень из чего? 4n квадрат, 4n квадрат, это вот это коэффициент. Плюс 4х4, это 16, nq минус n квадрат. nq минус n квадрат. Как-нибудь это надо понятнее написать. Я вот и сношу. Получится, r не больше, чем... Здесь мы делили на 4. Здесь будет n, здесь корень. Так, корень из чего? Здесь было 16nq минус 12n квадрат. Ещё это ещё, не 4 поделилось. Будет 4nq плюс 3n квадрат. Ну, да... Не, минус 3. Минус 3. Давайте поймём, это меньше или равно чего. Ребят, я... Может быть, и можно было бы как-то повозиться здесь, но мне это не очень интересно, потому что мне интересен порядок величины. Смотрите, здесь у меня будет так, n и 4, это не самое главное, а здесь будет, даже строго меньше, чем n корней из n квадрат. Вот это вот главный член. вот, n и 4 это не самый главный, можно их и улучшить. Дело не в этом. Дело в том, что мы получили замечательные неравистики. Количество йоги, по большому счёту, это произведение количества вершин на корень квадрата из количества этих самых вершин. ну и ещё, по-моему, откуда же это могло взяться? Оказывается, действительно, это правильная величина. Оказывается, если вы, дальше пошли непонятные слова, рассмотрите конечную проективную плоскость, в ней рассмотрите к каждой точке двойственную прямую и соедините каждую точку с каждой точкой двойственной ей прямой, то вы получите конечный граф без четырёхугольника. Осталось понять, повторяю, что такое конечная проективная плоскость, что такое конечное поле. На самом деле, всё это совсем не сложно. Продолжение следует...